Первый тайм «Локомотив» достаточно неуверенно выглядел. А ошибки с чем связаны? Ну, мы неправильно действовали в различных классах игры, к сожалению. Хотя, в принципе, сделали ряд изменений, но тактически выглядели неправильно. С точки зрения взаимодействий, все было очень медленно, и нам очень не понравился первый тайм. Что касается второго тайма, мы перестроились, и по людям перестроились, и определенные нюансы внесли. Стали больше двигаться, быстрее двигать мяч, больше стало появляться моментов. И ребята, которые вышли на замену, они усилили игру команды. Поэтому могли как и больше забить, могли и пропустить. Поэтому, в принципе, итоговая ничья в основное время, но, к сожалению, по пенальти уступили. Вы сказали, что неправильно действовали тактически. А это ошибка тренерского штаба с тактикой, или игроки неправильно поняли? Нет, нет, в перестроениях немножко неправильно. Соперник, мы разбирали соперника, и при прессинге определенные нюансы нам не понравились, что необходимо было делать. Поэтому в перерыве это подправили, ребятам указали на определенные взаимодействия. И стали более правильно накрывать. Соответственно, у соперника появилось больше ошибок при выходе из обороны. С чем связаны изменения в стартовом составе? Не было сегодня Люба, Макеева, а Нинахов в запасе остался? Ну, во-первых, через два дня на третья игра раз, смена покрытий два. У ряд игроков есть противопоказания при игре на синтетическом поле, поэтому многие не приехали сюда, готовятся к игре чемпионата. Поэтому здесь и, естественно, хотелось добавить более свежих футболистов, для того, чтобы привнести более динамичную и скоростную игру. Но, опять же, уровень игроков, желание и качество, они, к сожалению, немножко выглядели дисбалансированно, так скажем так. Еще вопросы? Да, можно еще один? Здесь есть несложно, но еще парочку, потому что мы не успеем. Начинать самолет, спасибо. Антон был заменен после перерыва, вы недовольны его тактическими действиями или он не готов играть целый матч на искусственном покрытии? Нет, он играть готов. Даже как и другие футболисты, уровень готовности позволяет им это делать. Вопрос другой, что есть качество, которое надо давать. И нас, не только Антона, но и других футболистов она не устроила. Поэтому были проведены ряд изменений. И мы добавили, еще раз повторюсь, более скоростных игроков, более быстрых игроков, которые привнесли нам определенную свежесть в игре. Последний вопрос. Иван Александрович, Стихнов, Федеральная школа радио. Михаил Михайлович, подскажите, пожалуйста, что хватило, точнее не хватило в первом тайме, какого мокомотива, и что, наоборот, вы привнесли после перерыва во второй тайме? Почему игроки так быстро завелись, начали активно? Я думаю, что только буквально ответил на этот вопрос, какие изменения мы сделали. И замены, и определенные нюансы в перестроениях. Самое главное, характер игры диктовал, что нам необходимо было взвинтить темп, дать больше скорости движения мяча, скорости самим игроков перед движениями, но и остроты самое главное, потому что у нас очень мало было, у нас хорошие фланги, но, к сожалению, мы не давали острых моментов в первом тайме.